Не только со стороны надзорного органа к региональному оператору «Магнит» есть вопросы, но и со стороны «Амичей» каждый день в соцсетях появляются жалобы на несанкционированные свалки и переполненные контейнерные площадки. Требовать наведения порядка «Амичи» стали после общегородского субботника, когда собранного мусора с прилегающих территорий и дворов стало больше, чем могут вместить в себя контейнеры. В рейд по самым проблемным точкам отправился региональный координатор федерального партийного проекта «Чистая страна» Игорь Попов совместно с представителями городской администрации. Как решают вопрос вывоза мусора и почему проблема не столь однозначна, как кажется на первый взгляд, расскажет Дарья Тюменцева. Частный сектор утопает в мусоре. Жители улицы 5-й армии жалуются на огромную свалку, которую не убирает региональный оператор «Магнит». Впрочем, мусор вывозят, но только из контейнеров. А на этой санитарной площадке баков нет, их сожгли. Узнать, кто не удалось. На нет и суда нет. На месте оборудованной санитарной площадки теперь разрастается уже стихийная свалка, отходов на которой с каждым днем все больше и больше. В данной ситуации, во-первых, муниципалитетам приниматься будут меры по вывозу этого мусора в рамках имеющихся договоров с региональным оператором «Магнит». Будем проговаривать отдельно с «Магнитом». Существует практика, когда мы просто совместно это делаем, когда они навалом забирают мусор при помощи сил УДХБ в том числе. Ну и, соответственно, по итогам закупок новых контейнеров будем рассматривать возможность сюда их в оперативном порядке поставить для того, чтобы жители могли уже мусор, собственно, как полагается, складывать в этот контейнер и «Магнит» его мог забирать. По самым скромным подсчетам, в городе не хватает около 200 контейнерных баков, чтобы обеспечить норматив по санитарным площадкам. Однако не везде проблема с невывозом твердых коммунальных отходов возникает из-за отсутствия мусорных баков. Например, здесь, на улице Железнодорожной, контейнеры есть. Впрочем, это не мешает местным жителям и другим недобросовестным горожанам, в том числе и предпринимателям, захламлять территорию. Помимо твердых коммунальных отходов, здесь крупногабаритный строительный мусор и даже автомобильные покрышки. Одна из основных проблем в данных площадках, которые находятся в полосе отвода дороги, это транспортная доступность со всех участков нашего округа. То есть любой желающий, любое недобросовестное юридическое лицо может беспрепятственно выкинуть мусор, утилизировать здесь строительные отходы, не заключая договор с региональным оператором «Магнит». Администрация округа на постоянной основе и в ежедневном режиме отрабатываются проблемные вопросы с хозяйствами, это в частности региональный оператор «Магнит», бюджетное учреждение города Омска, управление дорожным хозяйством и обоустройством на предмет содержания санитарных площадок. И вопрос решается в комплексе с перечисленными субъектами. Главной темой жалоб на переполненные санитарные площадки в последнее время стал мусор, собранный в ходе общегородского субботника. После масштабной уборки города мешки с ветками и прошлогодними листьями появились практически во всех дворах. Так произошло и на улице 20 лет РКК в районе дома номер 5-1. Вот так территория выглядела еще пару дней назад. Восле санитарной площадки появилась еще одна свалка. К мешкам с сухой листвой присоединился и старый диван, и пакеты с бытовыми отходами. Накануне территорию полностью очистили, однако вскоре амичи уже по привычке вновь стали складировать мусор, не донося до контейнеров. Между тем уборку таких стихийных свалок осложняет правовая коллизия, рассказывает региональный координатор партийного проекта «Чистая страна» депутат законодательного собрания Омской области Игорь Попов. Нет однозначного представления, что такое твердые коммунальные отходы, поэтому растительный мусор, собранный на субботнике, регоператор убирать не обязан. В результате в городе возник мусорный коллапс. Вмешаться пришлось главе региона и мэру Омска выделить дополнительные бюджетные средства на вывоз мусора. Поскольку все-таки имеется такой правовой казус, на мой взгляд, необходимо его решать в судебном порядке. Каким образом? Управление дорожного хозяйства и благоустройства понесло определенные расходы на вывоз этого мусора. Необходимо обратиться с требованием к оператору о взыскании неосновательного обогащения. И уже в судебном порядке будет выяснено, все-таки является ли этот мусор, который образовался в результате субботника, является ли он твердыми коммунальными отходами и кто обязан вывозить эти отходы. Игорь Попов уверен, чтобы решить все подобные проблемы и возникающие споры, необходимо внести изменения в федеральное законодательство и дать четкое определение, что именно относится к твердым коммунальным отходам. Что касается графика вывоза мусора, собранного во время субботника, он соблюдается. Нарушений в ходе рейда не выявлено. Проблемы возникают только по тем адресам, которые не попали в план. В свою очередь, участники рейда обращаются к жителям города. Ответственные относиться к мусору, и если амичи хотят жить в чистых дворах, нужно как минимум доносить пакеты с мусором до контейнеров.